Меня зовут Мария Меркурьева. Для тех, кто не присутствовал на предыдущем семинаре в прошлый вторник, я буду рассказывать вам сегодня про отдельные вопросы существования в правовом поле России при активной предпринимательской деятельности. Итак, мы говорили в прошлый вторник о том, что такое договоры, как их заключать и стоит ли их вообще заключать. Я думаю, что мы все пришли к выводу, что все-таки стоит их заключать. И теперь поговорим от имени кого эти самые договоры стоит заключать. То есть, быть ли предпринимателем или оставаться обычным физлицом, осуществляя вашу деятельность. Вот в чем вопрос. Разница в режимах предпринимателя и обычного физического лица состоит в нескольких параметрах. Прежде всего, это, конечно, налоговый режим. Предприниматель платит другие налоги с другой частотой и в другом количестве. Плюс предприниматель нагружен еще обязанностью вести учет и сдавать отчетность налоговую. Физическое лицо почти никогда не сдает отчетность, кроме случаев, когда физическое лицо получило какой-то нетривиальный, необычный доход в виде зарплаты, в виде регулярных выплат от компании или чего-то такого. Кроме того, отличается физическое лицо и предприниматель еще отличается ответственность предпринимателя и физического лица. Ответственность предпринимателя, как правило, выше. Предприниматель отвечает и в случаях, если мы говорим об ответственности за нарушение обязательств, за нарушение договора, предприниматель отвечает и в случае, когда он прямо не виноват. Вина предпринимателя предполагается, в отличие от физического лица, у которого, наоборот, предполагается невиновность. И чтобы физическое лицо привлечь к какой-то ответственности, нужно доказать, что именно конкретными намеренными действиями физического лица причинен вред. Но у предпринимателя есть безусловное преимущество при заключении сделок, потому что другие предпринимательские субъекты, компании или предприниматели, предпочитают работать с предпринимателями же, а не физическими лицами. Почему это происходит? Потому что любые выплаты, любые взаимоотношения с физическими лицами означают в России, к сожалению, дополнительные и очень серьезные телодвижения. Это прежде всего отчетность и в налоговые фонды, если вы производите выплаты физическим лицам. Кроме того, это необходимость исчислять и удерживать налог на доходы физических лиц, а еще платить взносы в фонда. Все это, естественно, сильно осложняет жизнь предпринимательских субъектов, поэтому если у них есть выбор между предпринимателем и физиком, то, скорее всего, выберут предприниматели. Это, безусловно, конкурентное преимущество. Выбор, быть ли предпринимателем или физическим лицом, в некоторых случаях опциональный и свободный. То есть выбираете вы, решаете, как вам больше нравится, где вам больше выгод. Но в некоторых случаях, и, к сожалению, конденция такова, что эти некоторые случаи становятся все более и более всеобщими, в некоторых случаях нужно обязательно регистрироваться, а если вы не зарегистрируетесь как предприниматель, то могут последовать всякие неприятные формы ответственности. Когда же нужно обязательно выбрать предпринимательство зарегистрированное, когда нельзя оставаться физическим лицом? Если вы занимаетесь активной деятельностью, регулярной, на свой риск, и деятельность эта нацелена на получение дохода, вы осуществляете предпринимательскую деятельность в том виде, в каком ее принимают в Гражданском кодексе и в Налоговом кодексе. Если вы осуществляете предпринимательскую деятельность, то налоговые органы считают, что вы должны зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Давайте разберем с вами эти симптомы предпринимательской деятельности. Прежде всего важно, что она нацелена на получение дохода. Здесь важно помнить, что совсем не обязательно, чтобы доход у вас реально был. То есть если вы работаете, 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 денег никаких пока не заработали, но стараетесь это делать, то это вполне может быть предпринимательской деятельностью. И когда к вам придет налоговая с требованием заплатить налоги и сдать отчетность, то вы скажете, стойте, я же еще ничего не заработал, и это будет не аргумент, к сожалению. Кроме того, предпринимательскую деятельность вы ведете на свой страх и лист. Это значит, что за вас никто процесс не организует. У вас нет работодателя, который придумывает, как это сделать, который ищет средства вам на зарплату, даже если компания ничего не заработала, который поступает в коммуникации с госорганами по каким-то вопросам. Если вы это делаете сами, если вы сами рулите своей профессиональной деятельностью, то, поздравляю, есть признак того, что вы предприниматель. Кроме того, деятельность должна быть регулярной. Если вы один раз кому-то что-то перевели, то это еще не предпринимательство. Если вы два раза и три раза кому-то что-то перевели, то это, в общем, тоже еще спорный вопрос предпринимательства. Если вы делаете это регулярно и не находитесь при этом в трудовых отношениях с тем, мы остановились на том, что деятельность должна быть регулярной. У этой деятельности, вероятнее всего, будут какие-то признаки вовне, в объективной реальности, вы будете, возможно, вести переговоры, вы будете, возможно, делать рекламу, регистрироваться на каких-то сайтах. Это все может привести налоговую к мысли о том, что вы ведете регулярную предпринимательскую деятельность. Самый главный признак того, что вы предприниматель, это то, что у вас ведется именно деятельность. Попробую объяснить, что такое деятельность с точки зрения налоговых органов, с точки зрения налогового кодекса. Если вы сдаете квартиру, то вы практически не совершаете никаких действий. Вы один раз заключили договор с арендатором, отдали ему ключи и все. Это недеятельность. А вот если вы регулярно ходите на переговоры, подписываете договор, и что-то делаете, именно делаете, не просто получаете доход какой-то пассивный, а делаете, то это уже деятельность. Это такое устоявшееся представление о предпринимательской деятельности. Оно было устоявшимся до лет прошлого года. Летом прошлого года налоговая активизировалась, к сожалению, и стала признавать предпринимательской деятельностью все, что ей под руку попадется, в том числе, кстати, сдачу в аренду квартир, что вообще нелепость полнейшая, в том числе и деятельность, которая вроде как бы деятельность, но не совсем предпринимательская, которую налоговая же раньше называла самозанятой деятельностью. Короче говоря, сейчас тенденция усиливается, я считаю, и налоговая стремится просто любую активность, которая приносит доход, если только это не совсем пассивный доход вроде вклада в банки, посчитать предпринимательством, и, соответственно, если это предпринимательство, а вы не зарегистрированы, то налоговая тут же, радостно потирая ручки, предъявляет вам претензии и привлекает вас к ответственности. Если вы решили, что вы хотите быть физлицом, а в реальности ваша активность совпадает с признаками предпринимательской деятельности, то что это может означать для вас практически? Во-первых, ваше имущество может оказаться вовлеченным в предпринимательскую деятельность. Это важно, и вот почему имущество, которое используется в предпринимательской деятельности, имеет принципиально иной режим налогообложения, чем имущество просто физических лиц. Если вы какое-то имущество используете в этой самой предпринимательской деятельности, то вы не вправе при его продаже применять налоговые вычеты, о которых многие знают, о которых многие любят. Более того, встает вопрос о том, что при продаже возможно нужно начислять НДС даже. Короче говоря, все очень пущено в этом случае. Имущество, которое используется в предпринимательской деятельности, которое не используется, используется как обычным лицом, гражданин, желательно разделять и для себя понимать, что оно отдельное, что вот это предпринимательское, а это нет. Кроме того, если вы ведете предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировались в качестве предпринимателя, то вам могут быть предъявлены обвинения, и вы можете быть привлечены к налоговой ответственности, к административной и даже уголовной, в зависимости от того, как налогов вы не доплатили. У вас переводчиков. Такое имущество может быть? Ну, во-первых, если у вас такая оффлайновая переводческая деятельность, и вы там устроили кабинет у себя в квартире, например, где принимаете своих клиентов, заказчиков, то, соответственно, эта квартира может быть признана офисом, который используется в предпринимательской деятельности, и если вы ее продаете, и налоговая об этом узнает, о таком совпадении двух факторов, то она может потребовать платить налог, вне зависимости от того, что вы там больше пяти лет владеете и хотели бы продать ее безналогово. Кроме того, таким имуществом может быть права какие-то на программы компьютерные, или что-то такое, не знаю, какое еще у вас имущество бывает в вашей переводческой деятельности. Я вот вижу самый большой риск именно в том, что если хоть какая-то активность происходит в вашей квартире, то это можно говорить о том, что это офис, и, соответственно, применять режим предпринимательского помещения, не обычного. Налоговая ответственность за незаконное предпринимательство – это, во-первых, штраф 5-10 тысяч рублей, в зависимости от того, насколько вы задержались за просрочку регистрации, то есть вы начали деятельность раньше, а зарегистрировались предпринимателем позже за этот штраф. Штраф в размере от 10 до 20% неуплаченных налогов за предпринимательскую деятельность без регистрации и полученных доходов – это налоговая. Административная ответственность будет чуть позже статья кодекса. Уголовная и административная, уголовная – они отличаются размерами налогов, которые вы недоплатили государством, не зарегистрировавшись как предприниматель. И в зависимости от этих размеров, соответственно, либо это административный и штраф, либо это уголовный и большой штраф, вплоть до лишения свободы. Помимо незаконного предпринимательства как основания ответственности, есть еще отдельное основание ответственности – уклонение доплаты налогов, за которую также следует налога за уголовную ответственность. Если мы говорили о том, как работать вам, кем работать мне тогда, то теперь предлагаю поговорить о том, с кем работать и какая разница есть в том, с кем работать. С кем вы, в принципе, можете работать. Во-первых, это обычные физические лица. Во-вторых, это предпринимательские субъекты, индивидуальные предприниматели или компании зарегистрированы. Дальше важен фактор гражданства, ну или страны регистрации, если мы говорим о компании, вы можете работать с иностранцами. И отдельная категория – это нерезиденты. Все эти категории пересекающиеся, то есть совершенно свободно, вы можете найти физлицо нерезидента, который не является при этом иностранцем, или физлицо иностранца, который является при этом налоговым резидентом России. Это все влияет на то, какие отношения у вас с ними сложатся юридически. По каким основаниям различаются во взаимодействии с вами эти категории? Во-первых, по основанию удержания налогов. Если вы выплачиваете хоть что-то физлицу, вы обязаны удержать за него налоги и перечислить их в бюджет. То есть вы выступаете налоговым агентом при условии, что вы предпринимательский субъект. В связке физлицо-физлицо никто никому ничего не должен. Каждый сам за себя и отвечает, соответственно, только за себя. Следующий фактор – это фактор отчетности и платежей фонда. Соц, страх, мед, страх, пенсионный фонд. Если вы предпринимательский субъект или не предпринимательский субъект, платите деньги физическому лицу, не предпринимательскому субъекту, ни предпринимателю, ни компании, то вы должны дополнительно, во-первых, сдавать отчетность регулярно о том, что вы делаете выплаты такие физическим лицам, а еще перечислять взносы, платежи в фонде. Это может быть неприятной дополнительной налоговой нагрузкой. Следующий основной фактор – это документооборот. Документооборот с физлицами – это одно. Это зависит от вашего интереса. Как хотите, так и организуйте документооборот. Взаимодействовать с предпринимателем компаний намного сложнее. Нужно оформлять счета, нужно следить за тем, что у вас договоры были должным образом подписаны, оформлены. Нужно следить за тем, что исполнение по этим договорам было должным образом оформлено. Понятно, что, как я уже говорила на прошлом вебинаре, доказать можно любой факт. То есть если у вас вдруг не оказалось каких-то документов, это не смертельно. Это не значит, что все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Нет, но просто доказывать придется намного сложнее, во-первых. А во-вторых, предпринимательские субъекты, ваши контрагенты по сделке, будут крайне недовольны, потому что это создает им дополнительные риски. Отсутствие документов налоговые, естественно, никто не хочет для себя дополнительных рисков. Следующий фактор – это источник дохода. Является ли источник выплаты дохода, источник дохода в Российской Федерации. Это важно для взаимоотношения с иностранцами и нерезидентами. Источник дохода в Российской Федерации является таковым, если выплаты производит российское лицо, гражданин или компания, если выплаты происходят за какую-то деятельность, деятельность, произведенную в Российской Федерации. Там много, на самом деле, оснований. Там нужно просто каждую ситуацию брать, разделять ее на элементы и смотреть, уже получается или нет источник дохода в РФ. Почему это важно? Если источник дохода в России, то при выплате нерезиденту нужно удержать налог, иностранцу нужно удержать налог, если он нерезидент. Если источник дохода не в России, то удерживать ничего не надо, потому что получатель должен платить налог в своей стране регистрации и в стране получения источника денег. Особенность такова про источник дохода. Если у вас нерезидент работник, вы платите ему зарплату, то зарплата не считается источником дохода в Российской Федерации. Но все остальные выплаты, премии, если вдруг вы платите, если у вас есть сотрудники, компенсации какие-то, проценты от сделок, что-то такое, это уже может быть источником дохода в Российской Федерации. Оно будет однозначно, если ваш нерезидент, которому вы платите, находится сейчас на территории России. Или если в договоре написано, что место исполнения, свершения сделки, по которой он получает деньги, находится в России, свершается в России. Поэтому важно, кстати, об этом тоже думать, когда вы заключаете договор. Если вы с каким-то нерезидентом, например, договорились, что он что-то вам делает, вы ему что-то платите, то здесь важно, чтобы он делал это реально вне России, чтобы вы не подписывали договор в России, чтобы вы не обменились почтовыми этими. Сделайте, заключите сделку удаленно, и тогда это не будет, скорее всего, источником дохода в Российской Федерации, тогда вам не придется удерживать налог. Для вас, встречный, если деньги платят вам нерезидент, важно что? Важен только один момент, точнее два. Сначала мы определяемся, если вы предпринимательский субъект, то вообще абсолютно ничего не важно, вы сами платите налоги с вашего дохода, с вашей прибыли, в зависимости от выбранного налогообложения. Если вы не предпринимательский субъект, если вы решили остаться просто физическим лицом, то здесь важен второй вопрос, является ли не резидент, который выплачивает вам деньги, субъектом, находящимся на налоговом учете в России. Если он находится на налоговом учете в России, то он сам удерживает налоги ваши и перечисляет вам уже чистую сумму. Если он не является налоговым резидентом, не является субъектом, стоящим на налоговом учете в России, и при этом платит вам деньги, то он перечисляет вам грязную сумму, гроз, из которой вы сами должны исчислить и уплатить налог, и задекларировать этот налог. Декларации физические лица подают до 30 апреля года следующего за получением дохода. То есть, если вы в этом году что-то получаете, какие-то деньги, то заявить о них нужно только в следующем, в 2019. Следующий фактор, который определяет разность отношений с разными субъектами, это применимое право. В случае, если вы работаете с иностранцами или с неналоговыми резидентами, то вы можете договориться о том, какое, не только можете, но и вообще желательно, чтобы бухтыницы не было, какое именно право, какой страны вы будете применять к вашим отношениям. Вы можете выбрать абсолютно любое право, вас никто не ограничивает, вероятнее всего, потому что я не вижу оснований для вашей деятельности, для ограничений каких-то. Поэтому, если вам близко право, я не знаю, там, Франции, то выбирайте его, если вам больше по нутру права Британии, то можно его. Выбрать применимое право в отношениях с российскими лицами невозможно, потому что по определению работает российское право. Еще один важный фактор, связанный в том числе с применимым правом, это подсудность. Если вы работаете с лицом, которое, если вы предпринимательский субъект, если вы работаете с лицом, которое находится в другой стране, то вы вправе, и я бы рекомендовал вам это сделать, определить, какой суд вы будете привлекать для разрешения споров, если у вас такие возникнут. Потому что споры возникают, и лучше определиться заранее, с тем, чтобы понимать, что вам не придется ехать в какую-нибудь республику Буркина-Фасо, с тем, чтобы там истребовать судебное решение по взысканию задолженности вашего контрагента. Следующий фактор – это возможность и порядок получения валюты от вашего контрагента, ну и, соответственно, встречная возможность и порядок перечисления этой валюты вашему контрагенту. Валютные операции между резидентами Российской Федерации запрещены. Это значит, что если вашим партнером по сделке является российское лицо, то расплачиваться с ним в валюте вы не можете, и он с вами тоже не может. Никакие договоренности не могут это правило изменить. Совершение незаконной валютной операции, а она будет незаконной в случае, если два резидента рассчитываются валютой, совершение незаконной валютной операции может привести к штрафу в 100% от суммы этой сделки. Ну, то есть фактически вы просто потеряете деньги. Если для вас актуальны, в принципе, вопросы валютного дохода, скажите мне, актуально? Есть такие, кто получает его или предполагает, что будет получать? Отлично, тогда давайте поподробнее немножко про валютный доход. Возможности операций с валютой в России, в том числе и получения и отправки валюты, конвертации ее, хранения в банке и прочее, регулируются законом о валютных операциях, о валютном контроле. Закон сложный. В нем есть несколько важных моментов, один из которых я уже назвала, о том, что валютные операции между резидентами запрещены категорически. Исключениями из этого являются фактически банковские только операции, то есть открытие валютного вклада, открытие валютного счета, покупка валюты у банка, аккредитованного. Это законная операция, а между небанковскими субъектами таких операций практически нельзя совершать. В вашем случае я не вижу больше никаких оснований, по которым вам можно совершать валютные операции, если только ваш партнер по сделке не является нерезидентом. нерезидент – это лицо, которое 183 дня и более проживает вне Российской Федерации. В таком случае, если вы заключаете с таким лицом договор о совершении каких-то работ переводческих, и вы можете установить там уплату в валюте, эту оплату нужно будет получать на счет в аккредитованном банке, либо на счет в банке другой страны, при условии, что эта страна входит в список так называемых белых стран. Если вам это интересно, в подробный список посмотрите, вы, конечно, можете его погуглить. Туда, очевидно, относятся все более-менее приличные европейские страны. То есть, если вы открываете себе счет в европейском банке, то можете быть уверены, что вы можете его использовать. Для того, чтобы открыть валютный счет в России, нужны практически те же документы, которые и при открытии рублевого счета в банке. То есть, нужно подтвердить свой предпринимательский статус, заполнить анкету, подписать договор и все такое. Вам откроют два фактически счета. Это ваш валютный и транзитный. И деньги от вашего контрагента поступят сначала на транзитный счет. Банк проводит проверку соблюдения валютного законодательства, может задать вам дополнительные вопросы по сделке. И только в случае, если банк решит, что ваша деятельность законно соответствует требованиям валютного контроля, деньги с транзитного счета будут переведены на ваш валютный счет, и вы сможете ими распорядиться. Банк при существенной сумме сделки может потребовать заполнить и предъявить ему так называемый паспорт сделки. Паспорт сделки – это такой документ, вроде анкеты сделки, где написано, какая сделка, кто контрагент, когда она открыта, то есть, когда возникли обязательства, когда она должна быть закрыта, то есть, когда платеж должен пройти максимальный срок, на каких основаниях. И, собственно говоря, тот, кто делает паспорт сделки, подтверждает, что этот доход легальный, не имеет никакого отношения к запрещенным доходам. Банк это проверяет по паспорту и по документам. Ну и, соответственно, опять-таки, если банк принимает решение, что да, все законно, то он выпускает валютные средства. Если банк решит, что что-то незаконно, то счет будет заблокирован, и, соответственно, средства тоже не получите до тех пор, пока не докажется законность или еще каким-то образом не выцепить оттуда. Для получения валютного дохода можно использовать не только валютный счет в России или за рубежом, но и такие квази-банковские инструменты типа PayPal или аналоги. У них бывают два режима, насколько я обнаружил. То есть, может, есть какие-то другие, я обнаружил только два варианта. Один вариант, как у PayPal, это когда фактически открывается такой квази-счет, но у него есть там детали. Во-первых, там получать можно, нужно открывать предпринимательский счет и, соответственно, предъявлять компании свои предпринимательские документы. А деньги получать можно только от физических лиц. Отношения между компаниями в PayPal невозможны. Есть другой вариант, когда вам фактически выпускается карточка нероссийского банка, и вы уже на эту карточку получаете деньги и можете их расходовать. В случае с карточкой нероссийского банка, карточкой или валютным счетом нероссийского банка важно вот что. Открывать вы вправе в любом банке, который действует в соответствии с законами страны своей регистрации, если такая страна включена в белый список. Не находится в черном списке офшоров стран, способствующих терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Но как только вы открыли счет, нам нужно об этом уведомить налоговую по месту вашего жительства. Делается это элементарно, это можно сделать на сайте через личный кабинет, если у вас там есть регистрации подтвержденные. Это можно сделать, отправить по почте форму заявления. Более того, по иностранному счету, неважно, это счет или банковская карточка в зарубежном банке, нужно еще ежегодно отчитываться о движении денежных средств. Налоговая до сих пор не решила, как именно это нужно делать, но обязанности есть. За ее нарушение у вас предусмотрена ответственность налоговая. И поэтому я рекомендую лично в избежание блокировки счета, если он вам важен. Бывает такое, что не важен счет, но я вам рекомендую делать хоть какие-то сообщения в налоговую о том, что произошло по вашему счету. Самое простое это запросить в банке выписку за год и отправить ее просто в налоговую. Если вы совершаете валютные операции, которые не разрешены по закону, то, соответственно, это незаконные валютные операции, ответственность за такую деятельность самая минимальная это штраф в размере 75% от суммы сделки. Это минимум минимум, который вы можете заработать себе. Есть больше штрафа плюс административная и уголовная ответственность в зависимости от масштабов вашей деятельности. Отдельно хочу обратить ваше внимание, что не только за незаконные валютные операции можно понести ответственность, но и за вполне законную валютную операцию, которую вы не совершили, если вы открыли паспорт сделки, если вам должны прийти деньги из-за рубежа валютные, и вы их не получили, это будет считаться практически выводом валюты, нарушение называется неполучение валюты в установленный срок, и за это тоже предусмотрена ответственность в виде штрафов и прочих неприятностей. Поэтому, если вы заключаете договор с иностранным субъектом, надо очень аккуратно формулировать срок получения платежа от этого иностранного субъекта. С одной стороны, потому что вы ограничены такими между целой короткий срок, то банк может вмешаться в контроль этой операции и вас могут привлечь из-за того, что вы должны были получить валюту, не получили ее, не вернули ее в Россию, безобразие какое-то. И вам придется доказывать, что либо вы не виноваты в этом, то есть контрагент злостно уклоняется от платежа в договор, либо платить штраф в качестве ответственности за такую пассивную позицию. Если вы решили таки, что ваша деятельность вполне предпринимательская и вы не готовы нести риски ответственности за незаконное предпринимательство и хотите зарегистрироваться с предпринимателем, то как это можно сделать? Первый шаг, который вам нужен, это выбрать виды деятельности. По поводу видов деятельности очень часто бывает излишняя напряженность, я бы так сказала. На что влияет виды деятельности? Прежде всего, они очерчивают круг того, какие налоговые режимы вы можете выбрать. В зависимости от вида деятельности существуют особые налоговые режимы, во-первых, во-вторых, к некоторым видам деятельности применяются льготы по налогам, кроме того, некоторые виды деятельности требуют лицензирования или аккредитации и, соответственно, это тоже нужно иметь в виду, когда вы их выбираете. Но при этом предприниматель вправе заниматься абсолютно любой незапрещенной законом деятельности, вне зависимости от того, что именно у него написано в видах деятельности. Поэтому не нужно слишком бояться выбирать виды деятельности, не нужно говорить, что у меня написана деятельность по письменному условному переводу, поэтому я не могу прочитать лекцию платную. Можете, можете, особенно, если это какие-то разовые действия, то вообще никаких проблем. Если вы выбираете регулярную деятельность в той сфере, которая требует какого-то особого регулирования, например, лицензирования, то, конечно, у вас возникнут проблемы. Но если у вас основная деятельность, которую вы заявили государству, и та, которая реально занялась, нелицензируемой, то и бога ради занимайтесь как хотите. Главное, налоги платите, это все, что интересует это государство. Когда вы выбрали виды деятельности, для вас это в нынешнем АКЛЕДе 7430 деятельность по письменному условному переводу, вероятнее всего, дополнительные, всякие разные, в зависимости того, что именно вы делаете и как. Можно приступать к регистрации. Зарегистрироваться предпринимателем можно в налоговую по месту жительства. Это самый очевидный для всех способ, не самый быстрый. Ну и для многих, в связи с тем, что там место жительства реальное, и место регистрации, по которому налоговое считает место жительства, не всегда совпадают. Это, соответственно, не всегда удобно. Для москвичей, кстати, можно выбрать любую налоговую, в Москве абсолютно любую, не только в том округе, в котором вы живете. Другой способ зарегистрироваться, это прийти к нотариусу, и нотариусу, у которого есть электронная цифровая подпись, который вправе совершать подобные операции. Это не все нотариусы, по сравнению, но это можно уточнить, естественно, нотариусу, который вам удобен, и он за вас заполнит заявление, отправит все документы в электронном виде в налоговую, и он же получит в электронном виде ответ налоговой о регистрации, и, соответственно, выдаст вам эти документы. Это дороже, чем налоговый, дороже, чем следующий вариант зарегистрироваться на сайте. Но, с другой стороны, нотариус проверит все, сделает все за вас, и, возможно, вам это будет спокойно. Третий способ это зарегистрироваться на сайте налог.ру, сайт налоговых органов Российской Федерации. Вы там заполняете электронный шаблон, он отправляется в налоговую, и через пять рабочих дней вы можете приходить в налоговую по месту жительства с тем, чтобы забрать документы и показать паспорт оригинал. Это, соответственно, быстрее, чем оффлайн налоговый регистрироваться, потому что вам в таком случае придется два раза сходить. Это дешевле, чем у нотариуса. Если вы, а я думаю, что у вас не возникнет проблем, потому что заполнить элементарную анкету, вбить свои паспортные данные и прочие анкеты, соответственно, это самый удобный способ, на мой взгляд. Далее нам нужно выбрать налоговый режим. Вам нужно выбрать налоговый режим, у вас есть на это 30 дней с датой регистрации, и в таком случае, если вы укладываете все эти 30 дней, вы этот налоговый режим вправе применять с самого начала регистрации. Если вы не успели в 30 дней, то значительную часть налоговых режимов сможете применять только со следующего года календарного, который является налоговым периодом, за исключением патента. Можно выбрать этот налоговый режим одновременно с подачей заявлений на регистрацию, но некоторые откладывают с тем, что подумают. После этого, после того, как вас зарегистрировали, вы получаете налоговый документ, это свидетельство ИНН, если вы его еще не получали как физлицо. Если вы его получали как физлицо, то ничего с вашим ИНН не происходит, свидетельство по-прежнему действует, ничего не меняется, и вы его используете в своей предпринимательской деятельности. Плюс выписка из реестра индивидуальных предпринимателей, в которой говорится, что такого-то числа вы зарегистрированы как предприниматели с определенным номером огранипом. И какой-то документ о выбранном вами налоговом режиме в зависимости от того, какой налоговый режим. Если это патент, то это будет соответственно патент документ, если это упрощенка, то это будет уведомление о применении упрощенки и так далее. Я вижу вопрос Маргарита, при заключении договора с иностранными контрагентами какой язык следует использовать в договоре? Вам следует использовать тот язык, который приемлем для вас и вашего контрагента по сделке. Если и вы контрагент понимаете русский, то никаких ограничений на то, чтобы писать договор на русском нет. Если кто-то из вас не понимает, то есть если у вас нет единого языка, то можно писать двух, трех и далее язычный договор. Единственное, что учитывая практику, следует определиться с тем, какая часть на каком языке является преимущественной в случае возникновения споров. Налоговые режимы. К переводческой деятельности применимы несколько налоговых режимов, каждый из которых вы можете выбрать самостоятельно. Первый это собственно общий налоговый режим индивидуального предпринимателя. Это 13% подоходного налога. Вы вправе уменьшать налогооблагаемую базу на пенсионные ваши предпринимательские расходы. Вы вправе уменьшить сумму налога к уплате на сумму взносов фонда, которые вы уже уплатили. Вы в таком режиме платите НДС, платите налог на имущество, которое используете в предпринимательской деятельности. Ежегодно сдаете отчетную собственно эту декларацию. о доходах. Обязаны вести учет в виде книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя. У вас нет никаких лимитов по суммам полученных доходов, по количеству работников, по площади офиса и всего такого. Никаких лимитов. При этом налог вы уплачиваете ежегодно и ежеквартально в зависимости того, какой именно налог. Общий налоговый режим удобен тем, что, во-первых, если вам вдруг интересна история с МДС, это бывает, это сложно, но вдруг у вас есть плательщик МДС, и вы хотите зачитывать и возвращать, то, соответственно, вы выбираете общий режим. кроме того, такой режим удобен, если у вас большие расходы, потому что их можно учитывать, тогда отвечают многие другие режимы. Ну, собственно говоря, не знаю, потому что не нужно заморачиваться и выбирать какой-то налоговый режим, это тоже плюс условно такой. Другой, наиболее распространенный режим, это УСН, упрощенная система налогообложения или упрощенка. Можно выбрать УСН, объект налогообложения доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. Последнее удобнее, если у вас большие документально подтвержденные предпринимательские расходы. Не знаю, применимо ли это к периодической деятельности, есть ли у вас такие серьезные расходы, которые можно учесть. Если доходы, упрощенка на доходах, то это 6%, если упрощенка дохода минус расходы, то налог 15%, при этом есть правило, если ваш облагаемый доход, то есть доходы минус расходы, оказался отрицательным или нулевой величиной, вы ничего не заработали, прибыли не получили, то вы должны все равно заплатить 1% с оборотом. Государство говорит, нас не волнует совершенно, что у тебя отрицательная деятельность, это твои проблемы, давай плати процент. При таком режиме вы вправе учитывать расходы для уменьшения налогооблагаемой базы, взносы в фонды уменьшают сумму налога, то есть вы посчитали, допустим, заработали 100 тысяч, посчитали с этой суммы например 6% налога, получилось 6 тысяч рублей налога, и из этих 6 тысяч рублей вычли еще взносы, которые вы уже заплатили в пенсионный фонд ФСС. При упрощенке вы не платите НДС, кроме некоторых случаев, например, в случае импорта таможенного НДС, так называемого, а также случаев совместной деятельности и договора доверительного управления. В этом случае вам придется платить НДС по вашим операциям, и это может быть неприятным сюрпризом, поэтому помните об этом, пожалуйста. При упрощенке нет налога имущества, которые используются в предпринимательской деятельности, естественно, есть налог на имущество, которое по-прежнему остается у вас как у физика. Отчетность вы раздаете ежегодно, учет ведете в книге учета доходов и расходов, есть лимит на вашу деятельность, не более 150 миллионов рублей доходов в год, не более 150 миллионов рублей цена остаточной стоимости предпринимательского имущества, не больше 100 сотрудников. Уплачивается налог при упрощенке квартально, авансами и окончательный расчет в следующем году. Еще два варианта налоговых режимов. Это единый налог на измененный доход, он применим к переводческой деятельности, и патент также применяется. При того, какие у вас физические показатели вашей деятельности, например, число сотрудников, и такое все. Рассчитывается конкретно, то есть вам нужно просто участие в ваших конкретных факторах, и тогда вы сможете узнать вмененный доход, который государство вам вменяет, считает, что вы можете заработать в таком виде деятельности. от этого вмененного дохода нужно платить 15%. Как вы понимаете, поскольку доход вмененный, а не реальный, то, во-первых, государство в этом случае налоговое совершенно не волнует ваш доход, но учет вести все-таки надо, а еще совершенно не волнует ваши расходы, то есть они никак не влияют на налогообложение. При этом взносы в фонды по-прежнему уменьшают сумму налога к уплате. Вы не платите НДС, не платите налог на имущество. Отчетность вот, это такое неприятное, на мой взгляд, сейчас расскажу про то, что менять, когда. Неприятная, на мой взгляд, особенность ЕНВД это то, что отчетность ежеквартальная и уплата налога ежеквартальная. В чем разница между авансами, например, по упрощенке ежеквартальной и ежеквартальной уплатой налога на ЕНВД? Разница в последствиях, если вы вдруг просрочились, потому что просрочка аванса, она не такая критичная, за ней нынешняя ответственность. Просрочка уплаты налога это намного серьезнее, там штрафы больше, и там дополнительные еще виды ответственности может быть. в общем, мне лично при прочих равных ЕНВД кажется не очень выгодным видом режима налогового, но вы посчитайте. Дальше патент самый известный, наверное. Он вообще специфический. Его можно выбрать на любой срок от 1 до 12 месяцев. Вы сами решаете, на какой срок вам нужен патент. Ужасно обнаружить в презентации ошибку посреди. Вы выбираете срок, вы выбираете вид деятельности, от вида деятельности зависит цена патента, ну и от срока тоже, но в первую очередь от вида деятельности. Особенность патента в том, что вы обязаны дополнительно к цене патента заплатить еще и взносы фонда. То есть, если во всех предыдущих режимах уплаченные фонды взносы уменьшали сумму налога к уплате, то в этом случае это не происходит. Отчетности вообще никакой нет. То есть, у вас такая декларативная отчетность, вы заявляете государству, что вы хотите там полгода, 7 месяцев поработать на патенте, государству говорит, да бога ради, давай денег и все, больше его ничего не интересует. Есть лимиты, они меньше существенно, ниже существенно, чем у упрощенки, это 60 миллионов доходов в год и не больше 15 сотрудников. Уплачивается цена патента в зависимости от того, на какой срок вы выбрали его. Если это срок до 3 месяцев, то в любой момент до окончания срока патента вы должны заплатить. Если от 3 месяцев до 12, то там на 2 части делится, 30% вы платите практически сразу, а оставшиеся выплачиваете срок до конца патента. Как можно потом изменять налоговые режимы? Это зависит от того, на какой режим вы хотите перейти. если это упрощенка или ЕНВД, то перейти на этот режим можно только 1 января следующего года. Расскажу коротко про закрытие поэтому совсем. Если вы хотите перейти на патент, он может кстати сочетаться и с упрощенкой и с общим режимом. Если вы хотите перейти на патент, то вы можете сделать это в любой момент. Вы просто пишите заявление и покупаете патент. Есть моменты, когда вы обязаны изменить налоговый режим. Это если вы вышли за лимиты установленные, то с первого числа того квартала, в котором вы вышли за лимит, вы переходите автоматически на общий режим налогообложения и поэтому я рекомендую настоятельно за этим следить, потому что тот факт, что вы перешли на общий режим налогообложения означает, что с начала этого квартала, в котором произошло такое трагичное событие, вы обязаны исчислять и уплачивать НДС, вести учет налогового и этого самого НДС других доходов и расходов и платить налог по ставке с 13%, а не выбранным вами ремонтным налоговым режимом. Для того, чтобы изменить налоговый режим с 1 января следующего года, нужно подать заявление налоговое не позднее конца ноября предыдущего года. Поэтому если лучше поставить себе напоминание, чтобы в сентябре подумать, а не хотите ли поменять режим, посчитать все и уведомить налоговое если только не окажется вдруг внезапно, что вы вышли за лимит. Налоговое специально не контролирует отдельно это, и вы заинтересованы сами в том, чтобы это контролировать, потому что если это произошло автоматически там прекращается действие льготного режима, применяется общий режим, и соответственно вам будут начислены налоги, пении, штрафы за просрочку. Но налоговое в принципе может поинтересоваться деятельностью любого налогоплательщика, и увидев, что опция вы получили слишком много дохода, и поэтому вы потеряли право на патент, но в автоматическом режиме это не контролируется, и соответственно если это случилось, то и вам повезло и три года об этом никто не вспоминал, то вам ничего не будет. Если это случилось и в течение трех лет после того, как это случилось, кто-то вспомнил, налоговое вспомнило, то будет закрытие ИП. Оно элементарно, вы выполняете все ваши обязательства, закрываете все ваши долги налоговой, и заполняете заявление на прекращение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Естественно, для этого нужно быть чистым, как слеза младенца, если у вас есть долги, то так просто вас не ликвидируют, не исключат из реестра, и соответственно вам придется проходить процедуру банкротства. Работу в штате и деятельность по патенту соединять можно. Если у вас с этим согласен ваш работодатель, потому что по общему правилу, если вы работаете по трудовому договору, то вы работаете на этого работодателя, а любое другое совмещение нужно с ним согласовывать. Если вы на полную ставку, если есть его согласие, то пожалуйста работайте как предприниматель по патенту, никаких противоречий нет. Ульяны я не представляю, не знаю, может быть это берут 40 тысяч какие-то юристы, которые якобы прекращают, исключают из реестра, помогают как-то это оформлять. Я не вижу никаких законных обязательных оснований для того, чтобы платить 40 тысяч за что. Это может быть долги по налогам. Понимаете, то есть если у вас кто-то ликвидировался и заплатил 40 тысяч, это могли быть долги по налогам, по взносам. Юлия, налоговая оповещать о поступивших доходах при работе по патенту не надо. Контроль регулярный текущий не ведется, он происходит спорадически. Если вы случайно попали в выборку тех, кого будут проверять, ну, просто текущая проверка, либо если ваша деятельность по каким-то признакам попала под подозрительную, по съедим от банка, по еще каким-то симптомам. Тогда будут проверять, но ЧОС не делает, а всех, кто на патенте, проверить это очень большие затраты на администрирование процесса, и налоговая этого делать просто не будет, ведь невыгодно. Она больше денег потеряет на зарплату сотрудникам, чем зыщет с вас налогов. Мы дошли до ответственности за незаконное предпринимательство. Запишите себе эти статьи, почитайте их на досуге. Это 116-117 статья налогового кодекса, это 14.1 статья кодекса административных правонарушений и 171 уголовного кодекса. Они все в общем об одном и том же, о том, что в случае осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без получения лицензии, если это требуется. Незаконно влечет за собой ответственность в зависимости от того, какой доход вы успели извлечь, в зависимости от того, как давно вы так незаконно работаете, соответственно, будет колебаться от 5000 штрафов по налоговой ответственности до, по-моему, 300 тысяч штрафов, не помню сейчас цифру, уголовной ответственности или лишения свободы. И я жду ваших вопросов. Госпошлина есть за регистрацию, госпошлина, мне кажется, я сейчас уточню, есть за ликвидацию, но она там несерьезная, за регистрацию 800 рублей, за ликвидацию, мне кажется, вообще какие-то копейки, типа рублей 300, что ли, но это не 40 тысяч точно. Сложность в закрытии ИП бывает в том, что люди не думают почти о возможных, во-первых, проверка почти стопроцентная будет, скорее всего, люди не думают о том, что там долги какие-то могут висеть, где-то что-то вылезает, и соответственно, именно вот в этом возникает проблема. Работа по патенту не совсем выгодное предприятие в сравнении с упрощенкой, как минимум в связи с тем, что не потому, что стоимость патента разнится, она в реальности даже в Москве, где самая высокая, весьма и весьма божеская, то есть там совсем несерьезные деньги, но проблема в том, что к этим деньгам нужно прибавить еще взносы в фонды, пенсионный фонд около 30 тысяч рублей, и фонд соцстраха еще около 5 тысяч рублей, соответственно, плюс к цене патента еще плюс 35 тысяч, это самый минимум, если ваши доходы не превысят 300 тысяч рублей. И соответственно, какой выгоднее, патент или упрощенка, Юля, это зависит от того, сколько примерно у вас доходов получается, какая примерно у вас экономика деятельности, понимаете, поэтому я советую, прикинув объемы, прикинув возможные потребности, например, необходимости сотрудников дополнительных. Сесть и посчитать разные варианты, и вы в цифрах увидите, что вам выгоднее. Маргарита. Про нотариусов. Ну, вот я уже говорила в прошлый раз, да, что в случае, если нотариус отказывается что-то делать, то вы просите его очень простую вещь сделать. говорите, дайте мне письменный отказ в совершении нотариального действия. Нотариус, скорее всего, упрется, скажет, а, мне нужны там оригиналы документов у вас забрать, все это чушь. Он просто себе записывает ваши данные и в течение 10 дней может приготовить письменный отказ, может приготовить сразу. Когда вы получите этот письменный отказ, вы идете в нотариальную палату и обжалуете этот отказ, если считаете, что он не соответствует закону. Возможно, нотариус приведет какие-то нормы, которые обосновывают его поведение, но, скорее всего, нет. Валерий, если доходы превысят 300 тысяч рублей, то помимо фикса в фонды нужно платить еще, в пенсионный фонд, нужно платить еще процент, 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей. То есть это получает около 30 тысяч фикс, плюс еще 1% от того, что превысило 300. Ульяна, да, врут такие нотариусы вообще безбожно. Ну, нотариусы они такие нехорошие люди-редиски, они очень конформные, они всего боятся и хотят много денег, и в итоге это приводит к такому поведению. Маргарита, куда можно обратиться по этому поводу? Вот при отсутствии зафиксированного факта отказа практически никуда. Вы можете нажаловаться в нотариальную палату. Это был московский, я пропустила, это был московский нотариус в области. Соответственно, обращайтесь, вы были не в нотариальной палате, вы были у нотариуса областного. Нотариальная палата это орган регулирования деятельности нотариуса, такой вышестоящий орган начальника над нотариусами. Соответственно, жаловаться нужно в нотариальную палату, но при отсутствии факта зафиксированного отказа практически не получите вы ничего. Поэтому я говорю, берете, включаете видеокамеру или хотя бы аудио на телефоне и просите под записи это сделать. И под записи они становятся гораздо более дружелюбными. надо вежливо настаивать, надо вежливо говорить, нет, я не уйду, пока вы мне не дадите письменный отказ, пока вы не зафиксируете факт моего обращения и выдадите мне бумагу о том, что вы его зафиксировали и в какое-то время выдадите мне этот письменный отказ. Какие-то еще вопросы? Вам сказали, что бесполезно и долго писать в мастериальную палату с подобным отказом. Бесполезно и долго писать, если у вас нет факта обращения и факта отказа. Если у вас есть этот факт зафиксированный любым способом зафиксирования, то это не бесполезно. Это мой личный опыт. Я многих нотариусов призывала к ответу за безобразные отказы. Это может быть долго, да, то есть это не то, что вы сегодня позвонили и вам сказали, окей, мы сейчас все решим, нет, но вы научите нотариуса как надо. Каждый из нас так сделает и нотариусы перестанут нести чушь такую полнейшую в руку. Ну и в принципе вы получите возможность что-то сделать. если про то, что никакие нотариусы не захотят с этим человеком работать, вы знаете, нотариус, который получает по шапке от нотариальной палаты, рискует рано или поздно лишиться права на нотариальную деятельность. И вместо него придут другие нотариусы, которые там стоят в очереди, которые ждут возможности стать нотариусом, придут и возможно учтут опыт внезапного прекращения деятельности и станут гораздо более законными и соблюдать права. Я не считаю, что это безнадежно. Еще раз, если вы боитесь, если вам нужно решить конкретную проблему, то самый быстрый способ это конечно найти нотариуса, который готов это сделать. Это в принципе можно искать. Я уже говорила на прошлом вебинаре, что есть нотариусы, которые не страдают такой болезнью нотариальной, которые знают закон, которые понимают, что они делают и поэтому совершенно спокойно совершают нотариальные действия, которые для других нотариусов вызывают какую-то трясутку полнейшую. С какого уровня годового оборота вообще можно задумываться об ИП? Валерия, вопрос состоит в другом. Вопрос состоит в том, что если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и не зарегистрированы как ИП, то вы нарушаете закон. Если об этом станет известно налоговая, то налоговая привлечет вас к ответственности. Если вы получили доход больше 2 миллионов рублей в принципе за любой период, даже за 10 лет, вы получили доход более 2 миллионов рублей, то это уголовка и есть основания привлечения вас к уголовной ответственности. С какого уровня задумываться об ИП? Это зависит от того, во сколько вы цените свою свободу и отсутствие проблем с законом. В принципе, если вы выбираете, например, упрощенку 6% дохода, то ваши затраты, ваши потери безусловные, это столько сумма взносов в пенсионный фонд ФСС около 35 тысяч рублей в год. Это все, что вы потеряете, даже если вообще ничего не заработаете, вам больше ничего не придется платить. Плюс еще 800 рублей на регистрацию и 160 рублей на ликвидацию. сопоставить возможные потери в 35 тысяч рублей, возможные проблемы в виде уголовной ответственности за нерегистрацию, принимать решение. Если человек работает по трудовому договору, нет, он не должен иметь ИП, потому что это принципиально разное функционирование. По трудовому договору вы не несете ответственности только за то, чтобы соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и выполнять свою трудовую задачу, а за все остальное вы не несете ответственности. При ИП вы функционируете сами самостоятельно, сами решаете, когда работать, как работать, с кем работать, в каком виде и в каком режиме, но при этом риски несете тоже сами. Это пересекающиеся понятия. Годовой доход, такой маленький, что после выплаты налогов и останешься еще и должен. Налоги платят доходы, понимаете, да? Ну, то есть не может быть такого дохода, при котором налог больше, чем доход. Мы не берем сейчас патенты, потому что это немножко другая система, да, это не налог, это плата фактически за деятельность. поэтому налог в любом случае будет меньше, чем ваш доход. Другое дело, что есть еще взносы, да, ну, не знаю, если вы там за год не заработаете 35 тысяч, тогда, конечно, можно не сморачиваться, не становиться предпринимателем. Просто то, что вы там планку в уголовной ответственности нескоро преодолеете, поэтому немногим рискуете. нет, Екатерина, нет никакой фиксированной суммы дохода, которая говорит о том, что вы занимаетесь предпринимательством. Вы можете вообще не получать доход, а при этом заниматься предпринимательством. Такое бывает. В ваших доходах в 300 рублей в месяц вероятнее всего вами просто не заинтересуются. Ну, то есть даже думать не будут о том, предпринимательская деятельность у вас или нет, потому что я говорю, налоговая несет определенные операционные расходы на администрирование налоговолотельщиков, на взыскание налогов. И налоговая умеет считать деньги, уверяю вас, они не будут тратить значительный ресурс на то, чтобы стрясти налогов с доходов 300 рублей в месяц, там, 3,5 тысячи рублей в год. Им это неинтересно. Если мы говорим о Москве, да, не знаю, в регионах, может быть, будет интересно. Ну, то есть это оценочная такая категория. цель доход, конечно, ульяна, но только, знаете, предпринимательство это риск, в том числе и риск не получения дохода, на который вы работаете, 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 как предприниматель, активно там шуршит чем-то, и при этом оп, ничего не получили. Такое же тоже бывает. не то, чтобы это цель не получить доход, но так могут сложиться обстоятельства. Окей, я не вижу больших вопросов, я рада была с вами поговорить, мне там интересны были ваши очень вопросы, и радует ваша вовлеченность в этот процесс. Я надеюсь, что вам было все понятно, что я сегодня рассказывала. если у вас возникнут дополнительные вопросы, то по-прежнему можете стучаться ко мне в личку через Эмму по имени странички в Facebook, которая здесь под полосочкой написана Your Angel for Common People. И желаю вам отличной предпринимательской деятельности. Спасибо всем и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok